Как справиться с влечением представительницам своего пола? Хочу создать счастливую семью, детей, но нет опыта общения с мужчинами и влечения к ним. Понимаете, здесь ведь не вопрос не влечения, а вопрос того, что есть наказание определенное в жизни. Человек наказан судьбой. Наказание означает, что в прошлых жизнях человек неправильно себя влечной жизни и получил в этой жизни такое наказание, что у него нет влечения. Вот спасибо большое. У него нет... О, сразу все понятно. Добрый вечер. Нет влечения, значит наказание. Некоторые женщины не могут чувствовать любовь сразу к мужчине. Она должна общаться долгое время, чтобы почувствовать какое-то отношение с ним. Люди часто вот эта влюбленность придает в своей жизни основное значение, думая, что это и есть то, ради чего надо жить. Может быть, так с первого взгляда и не должно быть, но на самом деле это всего лишь реманка. Реманка. Веды говорят, что настоящие глубокие отношения создаются у людей, когда между ними возникает симпатия, а не влечение. Понимаете разницу симпатия и влечение? Симпатия – это отношение на более высоких психических центрах. Означает, что можно глубоко общаться, можно доверять человеку, можно с ним дружить. А влечение означает наслаждение человека, так как у людей из полности всем наслаждаться в этом мире, наслаждаться. Они поэтому хотят на основе влечения создавать отношения. Надо создавать отношения на основе симпатии. Например, девушку влечет девушка. Это означает, что у нее плохая семейная судьба, семейная карма. Что надо делать? Надо учиться общаться правильно, выбирать правильное общество для общения. Потому что там, где девушки привлекаются девушками, это не то общество, где надо общаться. Это не духовное, не возвышенное общество. Понимаете, в нравственном обществе, даже если девушки в половом плане лечут девушки, она не будет там нравственной кругу, не будет этому придавать слишком много значений. Потому что там это стыдно, плохо. А в бездравственном обществе этому придается нормальное значение. Это нормально там. Но в таких местах не надо строить свое общение. И когда ты в нравственном обществе общение строишь, можно увидеть, что там есть люди, молодые, которые вызывают симпатию, потому что они хорошие, то есть они тянутся к тому, чему нужно, они развиваются как надо. И в результате появляется от какого-то человеку предрасположенность, симпатия, с ним надо задружить какое-то время. Очевидно, если у тебя к нему симпатия возникла, значит у него такая же карма, не сразу создавать близкие отношения, а какое-то время общаться сначала. Это хорошо. Люди должны год сначала общаться где-то, чтобы понять друг друга, с кем ты хочешь создавать отношения, чтобы потом не плакать слишком сильно. И в это время будут трудности. Сначала должен быть яд в отношении, потом нектар. Если сначала нектар, мы сначала сексом начинаем заниматься, начинаем любить, как мы говорим, любить друг друга. Это не любовь, это означает наслаждаться. Наслаждаться. Вот смотрите, можно любить курочку, допустим. Как мы любим курочку. Два способа любить курочку. Первый вид любить курочку, это заботиться о ней. Она какает, кукарекает там и все прочее. Надо ей предоставить возможность и какать, и кукарекать, и бегать, так, чтобы она была счастлива. Называется любовь. Но при этом ты не испытываешь вот это вот наслаждение какого-то большого. Потому что, ну, кому понравится, когда кто-то какает. И курочка, хоть не курочка. Это счастье большого не приносит, так? Но настоящая любовь проявляется в том, что ты заботишься о ней. В результате у тебя глубокое, такое возвышенное чувство появляется даже в курочке. Но любовь к курочке может по-другому же проявляться. Когда ты ее ешь. Так? Вернее, не ее ешь, а ее убиваешь сначала, ее жизнь. Забираешь у нее жизнь для того, чтобы просто наслаждаться ее телом. Между мужчиной и женщиной подобное отношение. Подобное. Только для того, чтобы наслаждаться мужчиной, не надо убивать его тело. Достаточно просто его соблазнить и наслаждаться им. Понимаете? Ну, а суть одна и та же. Мы просто наслаждаемся, мы ничего не даем. Но семья предназначена та же для того, чтобы давать. Прежде всего, чтобы давать. И такие отношения давать, они строятся сначала в виде общения. Можно понять, к чему стремится человек во время общения. Не понять, могу ли ему это в жизни дать или нет. Это называется построение отношений. И здесь не нужна сильная большая влюбленность. Все симпатия нужна обязательно. Поэтому нет никакой проблемы в том, что вас тянет женщина. Женщина тянет женщина. Сейчас у многих людей порочное воспитание, порочное развитие, порочное рождение. Это нормально в наше время. Каждый страдает от чего-то похожего. Но если ты имеешь правильное общение, то есть ты стремишься к возвышенному, имеешь правильное общение, тогда ты избегаешь опасности вот такого влечения. Надо просто поменять общение, и там не будут встречаться девушки, которые будут с тобой такие отношения строить. Ну, то есть в моем кругу, где я общаюсь, таких нет людей. Может быть, у кого-то и есть такая идея с мужчиной, с мужчиной, допустим, построить отношения. Может быть, я или я не знаю. Но там это не принято, в том кругу, где я общаюсь. Это стыдно, позорно так себя вести. Никто не будет этим заниматься однозначно. Видите, опасность миновала в результате. Правильный выбор общения дает правильный результат. А само влечение преодолеть сердце невозможно сразу. Оно потом погаснет, когда у тебя правильные привычки уже сформируются. Если человек уже построил семью правильно, несмотря на это влечение, то постепенно привязанность к девушкам она ослабевает. Все, на этом все заканчивается. Это просто болезнь, понимаете? Просто болезнь. Иногда у человека что-то чешется. Да, и он думает, чесать, не чесать, чесать, не чесать. И это не работает ни то, ни другое. Надо просто чем-то полезным заняться, понимаете? Надо заняться чем-то важным. И ты забудешь чесать или не чесать. И потом перестанет чесаться. Это такая система. То есть, если влечет девушку, девушку надо заняться чем-то полезным. Не думать об этом. Тогда это будет выходом.